Антарктида Антарктида – единственный континент на Земле, где люди не построили постоянных домов. Это ледяная пустыня, которая когда-то была субтропическим лесом, изобилующим жизнью. На самой южной оконечности планеты лежит одна из самых массивных и загадочных сухопутных масс в мире – ледяное царство Антарктиды. Привет, друзья в этом выпуске, интересные факты не о каком-либо космическом объекте, а о удивительной части нашего с вами мира – Антарктиде. Поехали. Самое сухое место на планете – сухие долины в Антарктиде. Там почти нет льда и снега, так как из-за постоянного ветра влага испаряется, а дождя там не было несколько миллионов лет. Антарктида с древних времен изображалась на картах, еще до ее официального открытия. Тогда она называлась неведомой южной землей или Аустрелис инкогнито. Здесь вы никогда не увидите одно и то же дважды. Антарктида каждый месяц выглядит по-разному. Ноябрь – начало лета, айсберги особенно массивны, у птиц наступает брачный период. В декабре пингвины садятся на яйца. В конце декабря и январе появляются новые поколения. В феврале и марте сюда возвращается много китов. Антарктида закрыта для посетителей в остальное время года. В большинстве случаев здесь темно, а температура слишком низкая, чтобы ее мог выдержать человек. На континенте находится около 90% льда земли, это 75% пресной воды в мире. Под всем этим льдом есть камни и почва, континент в два раза больше Австралии. Некоторые из айсбергов сами по себе огромны. Здесь был обнаружен ледник, который больше Ямайки на 11 тысяч квадратных километров. И это самый большой из когда-либо измеренных айсбергов. Сегодня собакам въезд на территорию континента строго запрещен. Экологи опасаются, что четвероногие друзья человека могут нанести вред местным представителям флоры и фауны, что приведет к нарушению хрупких полярных экосистем континента. В Антарктиде есть множество вулканов, большая часть из которых скрыта под слоем льда. Количество вулканов в Антарктиде, по разным сведениям, составляет от 40 до 90. Некоторые из них, такие как вулкан Эребус, регулярно проявляют активность. Ледяной покров Антарктиды, так же как и полярная шапка в Северном полушарии, в последние десятилетия испытывает на себе разрушительное воздействие глобального потепления. Проанализировав космические снимки, ученые подсчитали, что ежегодные потери льда увеличились в 6 раз по сравнению с концом 70-х годов прошлого века. 50 миллионов лет назад, во временная оцена, когда концентрация углекислого газа в атмосфере была значительно выше, чем в наши дни, климат на планете был очень теплым и влажным. Климатические различия между экваториальными и полярными широтами в этот период были незначительными. На побережье Антарктиды произрастали пышные тропические леса, и даже в глубине континента располагались хвойные леса, богатые жизнью. Самое холодное место на планете находится в Антарктиде. На американской станции Амундсен-Скотт абсолютный температурный минимум составляет минус 82,8 градуса по Цельсию. В то время как на российской станции Восток была зафиксирована температура минус 89,6 градуса, а рекордный минимум, который составил минус 91,2 градуса, был засвидетельствован японскими учеными на станции Купол Фудзи в 2004 году. В Антарктиде есть своя дорога протяженностью более 1400 километров. Эта уникальная трасса была проложена прямо по снегу, а некоторые ее участки проходят через ледниковые разломы. Из-за нелетной погоды станция Амундсен-Скотт часто испытывает сложности с доставкой грузов. По этой причине и была проложена дорога, эксплуатация которой обходится очень дорого. В стремлении доказать свои права на часть Антарктиды в 1984 году Чили основала на побережье город Вилья-Лас-Эстрелис, в котором проживают ученые, военные, а также члены их семей. Здесь есть все необходимое для жизни, от детского сада и школы до супермаркета и католической церкви. Однажды в Антарктиде выступила группа «Металлика», дав концерт на аргентинской исследовательской станции. Из ледника Тейлора в Антарктиде время от времени извергается кровавый водопад. Красный цвет воде придает содержащиеся в ней двупалентное железо, которое соединяется с кислородом и превращается в ржавчину. Это единственный континент, где нет рептилий. Поскольку они хладнокровны, рептилии зависят от источников тепла в окружающей среде, чтобы согреться. Они не могут выжить в ледяном регионе, таком как Антарктида. Так что пингвины могут спать спокойно. Здесь нет змей, которые могут их беспокоить. Бонусный факт – самым распространенным наземным животным в Антарктиде является не пингвин, а крошечный нематодный червь. Даже в пустыне Сахара есть различные деревья и кустарники, но бесплодная Антарктида может похвастаться только некоторыми видами мхов, лишайников и водорослей. Ученые в настоящее время изучают ледяные керны – длинные цилиндрические образцы льда. Эти вырезки льда Антарктиды содержат в себе пыль и пузырьки воздуха и могут предоставить информацию о климате Земли за последние 10 тысяч лет. Поверхности климат Антарктиды настолько похожи на Марс, что НАСА провело там испытания во время космической программы «Викинг» в конце 70-х годов. По данным Совета управляющих национальных антарктических программ, около 30 стран используют более 80 научных станций по всей Антарктиде. Диаметр озоновой дыры над Антарктидой составляет больше тысячи километров. Эта дыра в озоновом слое увеличивается или сжимается в зависимости от времени года и в основном вызвана химическими веществами – хлорфторуглеродами, которые когда-то широко использовались во всем мире – в кондиционерах, аэрозольных баллончиках и холодильниках. Антарктида считается главным местом для охоты за метеоритами на Земле потому, что темные космические породы хорошо выделяются на фоне белого льда, а также потому, что метеориты в этом месте не подвержены влиянию природных процессов. Если вы находитесь в самой южной точке на Земле, то неважно, куда вы смотрите, все направления ведут на север. Также Антарктида не имеет часового пояса, а все часовые пояса, их 24, здесь можно обойти за несколько секунд. В Антарктиде обитают рыбы, в крови которых не содержится гемоглобина и эритроцитов, поэтому их кровь бесцветна. Мало того, в крови содержится особое вещество, позволяющее ей не замерзать даже при самых низких температурах. В Антарктиде обнаружены пирамиды, сходные по размеру с пирамидами Гизы. У Антарктиды даже есть свой интернет-домен, что расшифровывается как Аква. Антарктида имеет собственный флаг. На голубом фоне флага нарисовано очертание самого континента Антарктида. Давайте распространять знания, чтобы глупости в мире не осталось места, подписавшись на канал и поставив лайк, вы этому очень посодействуете. Всем успехов, не забывайте мечтать, до скорого.